О, если тебе интересна тема внетелесных путешествий и прочих загадок сознания вроде сонного паралича и осознанных снов, то ты по адресу, потому что, по данным нашей разведки, перед тобой самый исчерпывающий разбор этого явления на отечественном ютубе. Эммм, наверное. После просмотра видео ты будешь знать, что такое внетелесное переживание и как мозг создает эту иллюзию. Откуда возникает ощущение присутствия кого-то потустороннего при сонном параличе? Как вызвать иллюзию выхода из тела? И как так получилось, что ты живешь в симуляции реальности? Привет с тобой, ЧД, и это не первое видео на эту тему. Два основных вывода из первого видео, чтобы ввести тебя в курс дела. Да, ВТП, или полностью, если внетелесное переживание, действительно существует. Людям правда иногда кажется, что они как будто бы покинули свое тело. Но при этом это и не сон. Хоть и происходит на границе сна и бодрствования, об этом свидетельствует высокая реалистичность и специфичность переживания. Второе, это иллюзия. На самом деле, конечно, никакая душа из тела не выходит. Человек просто продолжает лежать на кровати. Хоть при этом ему и кажется, что он видит свое тело со стороны. Как же это работает? Ну, как обычно, все дело в фокусах мозга. Каждую секунду мозг собирает для тебя твой мир по тем намекам, которые поступают через органы чувств. Там, снаружи, реальный физический мир, с которым ты никогда не находишься в прямом контакте. Безбрежный океан электромагнитных волн. Если бы ты воспринимал его таким, как он есть, ты бы потерялся в этом бесконечном хаосе и просто свихнулся. Поэтому мозг собирает данные извне, заботливо выстраивая для тебя упрощенную модель физического мира, чтобы ты мог в нем хоть как-то ориентироваться. И судя по тому, что твои предки не были съедены львами, а ты как-то умудрился выжить за апрельские каникулы, этой модели вполне хватает для самого главного. Так что, по большому счету, и это понимание действительно сносит крышу, все, что ты делаешь сейчас, это галлюцинируешь с открытыми глазами. Если просто сказать, что ты видишь мир, это будет бытовым упрощением действительного процесса. На самом деле, тебе на сетчатку попадают электромагнитные волны определенной длины. От нее в мозг отправляется электрический сигнал, где он обрабатывается и трансформируется в картинку. И вот именно ее ты и наблюдаешь. То же самое и с другими органами чувств. По итогам информация, полученная по разным каналам восприятия, интегрируется в единую бесшовную реальность. Да, разумеется, образы, которые для тебя создает мозг, основываются на действительности, раскинутой вокруг тебя. Синхронизация с ней настолько безупречна, всего несколько десятков миллисекунд задержки. Подумаешь, что ты не замечаешь подлог. Но все это, что прямо сейчас вокруг тебя, абсолютно виртуально и продуцируется только твоим мозгом. А в центре всего этого не менее виртуальный ты сам. Все то, что ты называешь собой, твое тело, твои внутренние психические состояния, есть точно такая же виртуальная модель, отлитая мозгом по сигналам, поступающим от органов чувств. И когда ты обращаешься к своему телу, либо к своим мыслям, эмоциям, ты взаимодействуешь именно с этой внутренней моделью себя. Другой вопрос, конечно, кто это ты, который взаимодействует с этой моделью. Но об этом как-нибудь в другой раз. Обычно себя модель, примерно так она называется в теории сознания, пространственно совпадает с физическим телом. Ее положение обновляется в непрерывном режиме, чтобы в точности повторять положение физического оригинала. Что логично и правильно, иначе это была бы плохая модель, полагаться на которую было бы верной гибелью. Значит, сама модель, основываясь на которой ты выстраиваешь свое поведение, преспокойно подходит к краю обрыва, чтобы полюбоваться роскошным видом. А тело уже катится вниз, навстречу этому роскошному виду. Нет, такая себе модель нам не нужна. Да, модель безусловно должна совпадать с оригиналом, но бывает всякое. И тут ты уже догадываешься, к чему я веду. Но прежде чем окончательно расставить все точки над «и», я хотел бы задать тебе вопрос. Ты бывал на море? Ну, надеюсь, что бывал. Вспомни, как ты шел по берегу. Вспомнил? А теперь скажи, как только что ты видел эту сцену? От первого лица и с глаз? Или может быть от третьего? Откуда? Сверху и со стороны? Не знаю, что творится у тебя в голове, но большинство людей, принявших участие в исследовании, в котором им задавали аналогичный вопрос, указывали, что погружаясь в далекое воспоминание, они видят себя от третьего лица. Эта перспектива считается типичной для основ и воспоминаний. И последнее. Для генерации актуальной точности себя модели мозгу требуется непрерывный поток информации от органов чувств, рассказывающий о том, что там происходит снаружи. Если входящий поток ослаблен или затруднен, когнитивная система вынуждена конструировать модель тела и модель реальности, извлекая образы из воспоминаний и прибегая к воображению. А теперь вспомним, в каких состояниях люди чаще всего испытывают ВТП. Околосмертные переживания, когда мозг уже не обязан поддерживать устойчивое соединение с действительностью. Под кетамином – это анестетик, снижающий активность областей мозга, отвечающих за селективное внимание и сенсорную обработку. Само собой, во время засыпания – просыпание, когда тело уже отключено или еще не включилось. И мое любимое – при сонном параличе, которое чаще происходит у больных нарколепсией, у тех, кто подвыпил накануне, кто испытывает депривацию сна и у студентов. Что же такое сонный паралич? Те, кто его испытывал хоть раз, уже не забудут. Ты проснулся, пришел в сознание, все слышишь, видишь и понимаешь. А вот твое тело, оно парализовано. Обычно приступ длится менее пары минут, но человеку, испытывающему это состояние, минута кажется мучительной вечностью. Невозможность пошевелить пальцем, хоть как-то достучаться до своего тела, уже сама по себе ужасна. Но и это не самое страшное. Постоянный спутник сонного паралича, ощущение присутствия кого-то второго в комнате, кого-то кроме тебя, кого не должно быть. Почему твое тело перестает тебя слушаться? И кто в этот момент приходит к тебе? Сонный паралич возникает из-за слияния фазы быстрого сна и стадии просыпания. Грубо говоря, мозг успел проснуться, ну, хотя бы частично, а тела нет. Фаза быстрого сна – это как раз та стадия, когда мы видим самые живые и запоминающиеся сны. Кстати, во время стресса, общая относительная продолжительность фазы быстрого сна возрастает. Как следствие, возрастает и вероятность сонного паралича. Поэтому, если ты не высыпаешься, стрессуешь и синячишь, жди в гости сонный паралич. Студент. Чтобы в разгаре сновического экшена твое тело не пришло в движение и ты себя не покалечил, стукнувшись головой о прикроватную тумбочку, мозг предусмотрительно парализует скелетные мышцы. Конечно, не все. Например, мышцы, двигающие глазное яблоко и мышцы, вовлеченные в процесс дыхания, продолжают работать. С параличом как будто разобрались, но кто этот второй? Кто этот некто, кто приходит к тебе во время сонного паралича? Давай проверим твою догадливость. Это... Ты. Ну, вернее, не совсем ты, а слабый отголосок твоей себя модели. Сам посуди. Тело спит, доступ к информации от органов чувств затруднен, значит, самое время для внетелесного переживания. Кстати, внетелесные переживания делятся на четыре основных типа. Это аутоскопическая галлюцинация, геотоскопия, внетелесные переживания собственной персоной, как оно есть, и последний тип чувства присутствия. В первых двух случаях люди видят себя со стороны, но не отождествляют себя с неким иллюзорным телом. Правда, в геотоскопии такое чувство возникает, и при этом перспектива от первого лица перепрыгивает из одного тела в другое, сбивая человека с толку на предмет того, где же он настоящий. А вот когда возникает реальная путаница, это когда случается так называемая полиопическая геотоскопия. В 2006 году Питер Брюгер и его коллеги описали случай, когда пациент, страдающий от опухоли в лево-височной доле, насчитал аж пять двойников. Далее следует типичное ВТП, при котором имеет место издвиг визуально-пространственной перспективы, и полная идентификация с иллюзорным телом. В общем, все включено. И последний тип, как раз возникающий при сонном параличе, ощущение присутствия. Наименее выраженный, самый слабенький тип ВТП, при котором ты не видишь никакого иллюзорного тела, не испытываешь иллюзии, сдвигая визуально-пространственной перспективы, но чувствуешь присутствие иллюзорного тела где-то рядом. Да, спецэффектов минимум, но от этого не менее жутко. Вот и получается, что все эти загадочные и жуткие состояния возникают из-за чрезмерной исполнительности нашего мозга. Органы чувств ему как бы говорят, дружище, информации нет. Что там снаружи, непонятно, ничем помочь не можем. Мозг в ответ, ой-ой-ой, что же делать, что же делать, у меня правда же нет никаких данных, как я буду изображать реальность. Хотя, постойте-ка, ну почему у меня нет совсем никаких данных? У меня же тут целый архив воспоминаний, я не думаю, что что-то слишком переменилось с тех пор. Правда, на всех снимках тело изображено откуда-то сверху и со стороны, ну какая к черту разница? Тело, оно и есть тело. Добавим еще щепоточку фантазии и вуаля. По итогам мы получаем аж две себя модели. С субъектом сознания, то есть тем, кого ты называешь я, в одной из них. Первая модель на кровати или на операционном столе, а вторая, как правило, где-то под потолком. А все потому, что мозг за недостатка сенсорной информации никак не может определиться, что происходит, кто где находится и начинает генерировать воспринимаемую реальность на основе воспоминаний. В оправдании мозга следует заметить, что глючит он не целиком, сбой случается в височной доле. Как это поняли? Во-первых, больные эпилепсии, у которых судорожный очаг находится в височной доле, чаще других заявляют о переживании ВТП. Во-вторых, неоднократно зафиксированы случаи, когда для выявления зоны очага мозг больного эпилепсии подвергался электрической стимуляции, и при стимуляции височной доли пациент сообщал об ощущениях, соответствующих ВТП. А если копнуть еще глубже, то все дело в правой части височно-теменного узла, известного как TPJ. Чем примечателен TPJ? В этой области визуальная, тактильная, проприоцептивная и вестибулярная информация соединяются для конструирования модели тела. Когда TPJ подвергается стимуляции, у соматосенсорной вестибулярной информации не получается интегрироваться в целостный образ. А дальше ты уже знаешь. Поэтому самый короткий путь к ВТП взять и подвергнуть стимуляции TPJ. Правда, вряд ли стоит это пытаться делать в домашних условиях, есть менее инвазивные методы. Начнем с того, что определенный процент зрителей этого видео испытают внетелесные переживания уже этой ночью. Ну, просто под впечатлением от полученной информации. И это на самом деле может сработать, потому что ночью, после того дня, когда я принялся за работу над написанием сценария к этому выпуску, я впервые за долгое время снова испытал внетелесные переживания, что было очень кстати для вдохновения. Даже если ты менее внушаемый, но все равно очень хочешь испытать ВТП, один лишь тот факт, что тебе в голову втемяшилась мысль, ой, ВТП, как интересно, неплохо было бы попробовать, говорит о том, что скорее всего ты обладаешь таким качеством, как открытость новому опыту. А согласно данным дифференциальной психологии, именно такой тип людей больше остальных подвержен внетелесным переживаниям. Именно такие, как вы двигаете мир вперед, если, конечно, не оказываетесь в наркодиспансере. Но ведь нужно что-то еще, кроме желания и нацеленности. Пожалуй. Главное вовремя вспомнить, что ты собирался сделать. Для этого заведи будильник на 3-4 часа раньше, чем обычно встаешь. Он тебе напомнит о твоей цели. Но не торопись сразу же отрубаться. Разбуди немножко мозг, сходи попей водички, или наоборот. Но не переусердствуй, тебе еще предстоит засыпать. Теперь ложись и наблюдай образы за закрытыми глазами. Это что-то вроде сонной медитации. Картинки будут приходить все менее-менее осмысленными в какой-то момент, если ты сохранил достаточный уровень осознанности, ты поймешь. Ага, это, походу, уже начинается сон. Тут самое время действовать. Дальше используй любые техники по разделению с телом, которые нароешь в сети. Среди них фантомные раскачивания, вращение и так называемое напряжение мозга. Только, пожалуйста, отнесись ко всем этим техникам и методикам, как к техникам для создания высокореалистичной иллюзии. Нет здесь никакого выхода в потусторонние миры. Все миры находятся здесь. И в интернете правда навалом всех этих техник, практик, методик. Поэтому я сейчас не буду о них распространяться, чтобы не занимать эфирное время. Повторю лишь самое главное. Проще всего это испытать утром, до пробуждения, рано-рано утром. И главное не забыть о своей миссии эмпирикоиспытателя. Потому что, скорее всего, следующее, что ты сделаешь после того, как проснешься в 5 или 6 утра и снова окажешься в кроватке, это благополучно уснешь. Вот и весь тебе будет астрал. А если ты уже испытывал внетелесные переживания или что-то хотя бы напоминающее это состояние, это переживание, то напиши об этом в комментариях. Расскажи там свою историю. Я думаю многим, да и мне было бы интересно ее почитать. Долгое время изучение ВТП в научном мире носило печать табу. Да и ты, мой друг, возможно, увидев заголовок видео, сначала подумал, ну что за очередной мракобесие, какой блин выход из тела. Ученые боялись замарать репутацию, ведь внетелесные переживания опутаны мистицизмом. Сознания обывателя связаны с концепцией души и потустороннего мира. Но в конце прошлого века ситуация изменилась, и научное сообщество постепенно снизошло к этому загадочному феномену. И что же исследование ВТП наглядно нам показало? Во-первых, то, что душа существует, правда не в качестве трансцендентной вечной сущности, а как слепок, снимаемый с физического тела и психических состояний человека в режиме реального времени, то, что ты считаешь собой. А твое я, ощущение того, что ты – это ты, чувство обладания своим телом и своими мыслями – это не какая-то неизменная данность, не константа, а текущая иллюзия, старательно поддерживаемая мозгом. Его лучшая версия о том, что из объектов в физическом мире является тобой – это тело, или манекен, или фигура из пикселей на экране. Во-вторых, ВТП еще раз показала на радость целепсистам, что мир действительно внутри нас. Мир, в котором мы обитаем, есть не что иное, как декорации, собранные для нас мозгом. И для того, чтобы воспринимать его, видеть, слышать, чувствовать его запах, осизать, совсем даже не обязательно пользоваться органами чувств. Пока непонятно как, и, возможно, это в корне идиотское предположение, но не исключено, что каким-то образом ВТП можно было бы использовать в качестве терапевтической практики, например, для людей, лишившихся зрения. В 1990 году было проведено исследование, в ходе которого был опрошен 21 слепой человек. 15 из них заявили, что во время околосмертных переживаний или ВТП, они могли видеть или, по крайней мере, испытывали что-то напоминающее зрение. При этом некоторые из них были слепыми от рождения. Что, конечно, уже совсем сбивает с толку и создает грандиозные предпосылки для дальнейших исследований. Опять же, непонятно в какой форме, но ВТП мог бы стать терапевтической практикой для людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, например, для разбитых параличом. В любом случае, понимание того, что мир, в котором ты живёшь, загружен в тебя, как на жёсткий диск, завораживает, сносит крышу. Помнишь, я просил вернуться тебя в памяти к тому эпизоду, когда ты шёл по берегу моря? Так вот, с большой уверенностью можно утверждать, что если понадобится, твой мозг сможет воспроизвести эту сцену не просто как полувыцветшие воспоминания, а как живое и высокореалистичное переживание, которое будет мало чем отличаться от настоящего. То есть, понимаешь, даже море внутри тебя. не расплескай его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok